У кого-нибудь из вас есть какая-то особенная, серьезная нужда? Если она есть, если есть такая нужда, то поднимите руку. Репентация для ее бабы и хрень для ее мамы. Okay, yes. She doesn't have money and she doesn't have food. She ran out of everything. Okay, that's the kind of need I was asking about. Вот о такой нужде я и спрашивала. Мы поделились с вами тем, как Бог обеспечил нас необходимыми деньгами. То есть, когда мне нужно было разобраться с зубом и купить подарки для родных. А также для покупки билетов, когда мы собирались сюда. Вот эти нужды, которые касаются исцеления, собственного исцеления родных, об этом мы будем говорить позже. Но сейчас я спрашиваю вас о конкретных финансовых нуждах. Вам нужно чудо. Кто нуждается в чуде в сфере финансов? Сейчас я помолюсь и попрошу и Егова Ира восполнить ваши нужды. Давайте помолимся. Отец, мы приходим к Тебе и мы славим Твое Святое Имя. Мы благодарны Тебе за то, что мы знаем Тебя, как Эль-Шаддай и Егова Ира. Ты Бог Всемогущий, для Тебя нет ничего сложного. С Тобой нет ничего невозможного. Ты Господь обеспечивающий. И Ты обеспечиваешь нас для всего, что Ты говоришь нам делать. Господь, Ты сказал этим студентам прийти в этот институт и изучать здесь Твое Слово. И во имя Иешуа я прошу Тебя обеспечь их необходимыми деньгами, чтобы они могли это делать. И также обеспечь их финансами, чтобы они могли оплатить все свои счета и чтобы им было на что жить. Господь, мы знаем, что Ты не смотришь на лица. Ты не пристрастен. Ты любишь нас всех одинаково. Ты смотришь на нас, как на своих детей. Ты нас всех любишь и Ты хочешь о всех нас позаботиться. И я прошу, во имя Иешуа, обеспечь всех, кто поднимал здесь руку. И сделай это замечательным образом, чтобы мы утвердились в том, что Ты Бог всемогущий, что Ты Иегова Ира. И мы просим об этом с благодарением, во имя Иешуа. Аминь. Слава Богу. Прежде чем я продолжу, я хочу исправить ошибку, которую я допустила в прошлом уроке. Я не правильно прочитала мои конспекты. Я сказала Вам, что Авраам был пятым поколением после Ноя. На самом деле он был десятым поколением после Ноя. Он был пятым поколением после Вавилонской башни. Ной жил в одни суда, когда Бог осудил всю землю. И Бавилонская башня — это тоже было время суда. Потому что люди очень быстро впали в виду поклонства. И Бог смешал их языки, чтобы их планы не состоялись. Это тоже был суд. Сейчас мы будем изучать новое имя Бога. Исход третья глава. И мы увидим, как Господь работал в жизни Моисея. Девятый стих. Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте стихи с девятого по четырнадцатый. И вот уже Бог и Сынок Израилеву зашел до меня. И я вижу внестение, как их предметают из-за них я. И так войди, я пошлю тебя к фараону и вывезти из Египта, народ мой, Сынок Израилеву. Пойти и сказал Богу, что я, чтобы мне идти к фараону и вывезти из Египта, Сынок Израилеву, сказал Богу. Я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты вывезти народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисею Богу, вот я приду к Сынам Израилеву, и скажу им, Бог оттол ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как его имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею, я есть сущий, не Бога. И сказал, так скажется нам Израилеву, сущий послал меня к вам. Спасибо. Now the name Yahweh is revealed to Moses. Здесь Моисею открыто имя Иегова. Yahweh is the name for Lord. Иегова значит Господь. Lord spelled with all capital letters. Господь, и это слово пишется с заглавных букв, то есть каждая буква в нем заглавная. And this name occurs more than 6800 times in the Old Testament. В Ветхом Завете это имя встречается больше 6800 раз. Now I didn't count them. Ну, я лично не считала. But I take the word of the person who wrote that. Ну, я просто верю словам человека, который написал это. 6800 times in the Old Testament. 6800 раз это имя встречается в Ветхом Завете. Конечно, мы знаем, что часто это имя встречается в книге псалмов. The name Yahweh appears in every book in the Old Testament, except for three. Имя Иегова встречается в каждой книге Ветхого Завета, кроме трех. It does not appear in the book of Esther. В книге Есфирь мы не находим это имя. It does not appear in the book of Ecclesiastes. В книге Экклезиаста этого имени мы не находим. It does not appear in the book of Song of Solomon. И также оно не встречается в книге Песни-песней. Now, Yahweh is the sacred personal name of Israel's God. И Егова — это личное священное имя Бога Израилева. And because of that, eventually, the tradition became that it was only spoken aloud by the priest. Поэтому впоследствии возникла традиция, что это имя имел право произносить вслух только священник. It was only spoken aloud by the priest when they were worshiping in the temple in Jerusalem. Священник имел право произносить это имя только когда поклонялся в храме в Иерусалиме. But after the destruction of the temple in 70 AD, the name Yahweh was no longer pronounced or spoken. Но после разрушения храма в 70-м году имя Иеговы больше не произносилось. Instead, Adonai was substituted. Вместо этого произносилось слово Adonai. Adonai is the word for Lord with a capital L only. Adonai – это слово, означающее Господь, но в нем только первая буква пишется заглавной, является заглавной. Now it's very appropriate that Yahweh, the name Yahweh is revealed here in Exodus chapter 3. И это очень уместно, что имя Иегова открывается здесь в исходе третьей главе. Because it is the name that is most closely linked to God's redeeming acts on behalf of His people. Потому что это имя вплотную связано с делами Бога в плане искупления Его народа. God is getting ready to redeem His people from slavery. Бог готовится искупить свой народ из рабства. Они находятся в рабстве уже 400 лет. И здесь открывается такой смысл, что Бог не только сущий, но также Он пребывает со Своим народом. Он пребывает со Своим народом, когда они в египетском рабстве. Но до сего момента Он не открывался Своему народу, вот пока не избрал Моисея. С первой фразы Ветхого Завета мы знаем, что Бог есть сущий. Потому что там Он назван именем Элохим. Это значит Творец, начальник жизни. Также это значит, что Он имеет власть над всем Своим творением. Итак, Бог открылся как Элохим. Авраам, Он открылся как щит. И также как Эль-Шаддай и как Иегова Ира. Теперь Он открывается Моисею. И в девятом стихе Бог говорит, что Он услышал вопли народа Своего Израиля. И Он увидел их угнетение. И Он говорит Моисею, «Пойди, я пошлю тебя к Фараону, чтобы ты мог вывести народ Мои из Египта». И что ответил Моисей в одиннадцатом стихе? Моисей сказал, «А кто я?» «Я что, важный человек?» Но для Бога это было неважно. Когда Бог открылся Аврааму как Эль-Шаддай, Авраам посмотрел на себя, не так ли? И Он сказал, «Я больше не могу иметь детей». Он смотрел на себя. Моисей поступил точно так же. «Кто я?» Я никого не знаю в Белом Доме. Я никого не знаю в Киеве, я не могу просто так войти в парламент и говорить там, «Кто я?» И Моисей усомнился в Боге и в том, что Он делает. И что Бог ответил Моисею в 12 стихе? «Я буду с тобой». И Бог дает ему знамение. Что это за знамение в 12 стихе? А когда они будут служить Богу на этой горе? А что это за знамение? А когда Бог просит вас что-то сделать, разве вы не хотите получить знамение до того, как вы это сделаете? А Бог дает Моисею знамение, которое совершится уже после. «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение мне на этой горе. Вот тебе знамение». А если бы Бог дал Моисею знамение до этого? Это помогло бы вере Моисею? Да, наверное, это вере Моисею. «Пробово бы». «Пробово бы». И, ну, как мы читаем позже о Моисестве, Бог показывает ему много вещей в виде санкетов, и он все еще спрашивает. Он бросает стиху и становится снегом. И он берет его и становится стихом. Но, как мы читаем далее, Бог дал различные знамения Моисею. И, допустим, когда его жезл превращался в змею. И потом он брал эту змею, и она превращалась в жезл. Но Моисей все равно говорит, «Господи, лучше пошли кого-то другого». Я думаю, что даже если бы Бог показал Моисею много знамений, это никак не помогло бы его вере. Здесь очевидно, что Моисей находится на таком же этапе в своей жизни, как и Авраам, когда Бог открылся ему, как Эль-Шадай. То есть его вера еще не укрепилась, чтобы он мог действительно поверить Богу. Но Бог собирался разобраться с этой проблемой. Бог собирался поставить Моисея в таком месте, где ему просто придется вырасти в вере. Всемогущий Бог Эль-Шадай работает в нашей жизни точно так же. Он не будет ждать, пока у вас появится вера, и тогда он попросит вас что-то сделать. Сначала он попросит вас что-то сделать, и потом, делая это, у вас будет развиваться вера. И важно здесь в 12 стихе, что Бог говорит, что он будет с Моисеем. А в 13 стихе Моисей говорит что-то очень интересное. Какой вопрос он задает Богу в 13 стихе? Да, как имя Твое? Это очень интересно, потому что мы читали совсем недавно, что Авраам знал имя Бога. Он знал его имя как Эль-Шадай. Он знал его имя и Его Ира. Но как в 400 или более лет 500 это было утеряно. И в 14 стихе Бог дает Моисею свое имя. Я есть им сущий. Так скажи сынам Израилевым Сущий послал меня к вам. В 9 стихе мы видим, что Господь знает и видит, что происходит с его народом. Он собирается предпринять определенные действия в плане того, что он видит и слышит. В 12 он говорит, что будет с тем человеком, которого избирает туда послать. И в 14 стихе он говорит, что он даст силу тому человеку, которого он посылает совершать свое дело. И он дает ему свое имя. Вы помните, что в Гефсиманском саду, когда арестовали Ешо, спросили, как его имя, и он сказал, Я Есмь. Я Вой. Я Вой. И что произошло, когда Ешо назвал это имя? Что произошло с людьми, которые стояли близко к нему? Я думаю, это разно послание, потому он спросил, кто вы looking for? Он сказал, Jesus, и он сказал, это я. это разница в переводе. Вот помните, в Евангелии от Иоанна, они пришли, говорят, он говорит, кого вы ищете? Он говорит, Иисус, он говорит, это я. И они упали. У нас не сказано, что он сказал, я иегов, или я есмь. У нас по-другому это переведено. I don't remember which gospel it's in. It's the gospel of John, but we have a different translation. That's why they couldn't answer your question. Oh, you have a different translation? Yeah. He asked, who are you looking for? Да. And he said, they said Jesus, and he said, this is me. Okay. Where are you, Dima and John? Let me look. Вы нашли это место, да, Евангелие от Иоанна, по-моему? Did you find it? Кто-нибудь нашел? 18, chapter 18. John, chapter 18. Да, verses 5 and 6. 5-6 стихи. Let me read them in English, and Vika will translate them word for word. Ну, сейчас по-английски прочитают, а я переведу. Let me start with verse 4. Начнем с 4-го стиха. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, Иисус же, зная все, что с ним будет, went forward and said to them, whom are you seeking? Вышел и сказал им, кого ищете? They answered him, Jesus of Nazareth. Ему ответили, Иисуса Назарея. Jesus said to them, I am. Иисус говорит им, And he is in italics, which means it's been added. The word he, I am he, he is in italics, which means that it's been added. Ну, типа, я есть. В английском переводе я есть, он ответил. Now, in verse 6, I'm reading verse 6 now. Шестой стих. Now, when he said to them, Yeshua said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. И когда еще сказал им, я есть, они отступили назад и пали на землю. Вика, what is the Russian word for I am he, or I am? Is there a Russian word for... Well, in our grammar we don't have M, so it's just I. I. But here it says, this is me. This is me. Okay. There's a difference in the Russian grammar and the English grammar than... Go ahead. Go ahead. But... What did you say? What did all go say? She agreed. Okay. And the, like, different example, like, when Jesus was asked, like, are you the son of God? And he would reply, you said it. Uh-huh. In the old days, it was equal to saying that yes, I am. Okay. Yes. a lot of times in the gospel, the words I am are used. In the Pisces often используется вот эта фраза «I am the bread of life». No, it's I am the light of the world. I am the way, the truth, and the life. I am the way, and the life. that he was revealing himself as God. Ну, вот здесь вот очевидно, что то, что он сказал в пятом-шестом стихе, это он открывал себя как Бога. And the power of his name, of God's name, Yahweh, knocked the soldiers to the ground. И сила имени Бога и Его просто сделала так, что солдаты упали на землю. Now let's go back to Exodus chapter 3. Давайте вернемся в исход в третью главу. And let's read verse 15 now. 15-й стих. Бог говорит Моисею that he is El Shaddai, the God of his fathers, of Moses' fathers. Что он El Shaddai, он Бог отцов их. He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. These are the patriarchs that began the nation of Israel. These are the patriarchs, которые стояли у истоков нации Израиль. And God says to Moses, this is my name forever, Yahweh is my name forever, and this is my memorial to all generations. And so, as we said earlier, this is the name that points out that God is very much involved in redeeming his people Israel. We certainly saw this in the wars that have been fought in the land since 1948. И мы видели это в тех войнах, которые происходили на Израильской земле, начиная с 1948 года. One time on a Christian radio TV station we saw a program where they were interviewing a general or a captain from the Israeli army. Как-то раз по телевидению мы смотрели передачу, в которой брали интервью у генерала или полковника еврейской армии, израильской армии. He told her the miracles that happened when Jerusalem was captured. И он говорил о тех чудесах, которые происходили во время взятия Иерусалима. There were miracles, there were angels involved in that. И в этих чудесах участвовали ангелы. There were a few Israeli soldiers that were doomed to die. They were holding down a position and they were outnumbered tremendously and they knew they were going to die. And there were несколько еврейских солдат, которые были обречены на смерть, потому что те места, где они находились, там было очень много врагов. But they kept on shooting and they kept on fighting. But they kept on shooting and they kept on fighting. And as the Arabs came over the wall and got close to them, they all of a sudden had a horrified look on their faces. And when the Arabs were over the wall and were close to them, they were close to them. And the Arabs were close to them turned and ran away. And the Arabs turned and ran away. So Yahweh is still looking out for his people. Так что Иегова продолжает заботиться о своем народе. Давайте посмотрим, как же Иегова заботился о израильском народе при жизни Моисея. Во-первых, Господь послал язвы на Египет. Во-вторых, Он дал Моисею Пасху. Он сказал Моисею помазать косяки дверей кровью пасхального агнца. Он дал Моисею план как спасти свой народ от ангела смерти. Спасти первородные. Потом Он разделил воды Красного моря. Потом Он встретился с Моисеем на горе. Remember, that was the sign that God said that He was going to give to Moses. Помните, это то знамение, которое Бог собирался дать Моисею. He met Moses on the mountain and what did He give to Moses there? Он встретился с Моисеем на горе и что Он там дал Моисею? Torah. Correct. Then He carried them through the wilderness after they committed the sin of unbelief. Потом Он вел их через пустыню уже после того, как они совершили грех неверия. Remember, we said Joshua and Caleb believed God was El Shaddai. Помните, мы сказали, что Иисус Навин и Халиф поверили в то, что Бог есть El Shaddai. Но другие в это не поверили. И Он вел их по пустыне днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И в Второзаконии 34 глава был похоронен Моисей. В Второзаконии 34, 5-6. God did not ask an angel to bury Moses. Did not? No, he did not. No. Let's look at that. Deuteronomy 34. Давайте откроем Второзаконие 34 глава. And let's see. Would someone read verses 5 and 6? 5-6 стихи. Пожалуйста, прочитайте кто-то. It says here, where he, capital H, he buried him in a valley in the land of Moab. In verse 6? Uh-huh. It doesn't say here in Russian. Okay. It says that Moses was buried in the valley in the land of Moab. Okay. In the English it actually has God as a pronoun for God there. He. в английском написано написано не так. У нас написано и погребен на долине в земле Моавитской, а по-английски написано, что он и он с большой буквы. He. похоронил его. What is the word for he in Russian? Он. Okay, it says that there in the English Bible. Well, по-английски перевод другой. Сказано, что он его похоронил. И он с большой буквы. Что Бог сам похоронил Моисея в долине Моавицкой. И умер Моисей, там Рам Господень. Где он? В пятом? Нет, так по слову он умер, что Господь сказал, что он умер. What is he saying? In verse 5, it says, according to the word of God, but it's a different thing. Like, it has nothing to do with this translation. Okay, хорошо. Okay, what did she say? Well, it's not clear here that Moses was buried. Like, she says, that he, it's either people or God, like, it's neutral. Like, it doesn't say here in the Russian translation. Well... Yeah, okay. What? Yeah, they just stated the same thing. Okay. I know that this, this translation is taken from the Hebrew and the Greek. Your translation. This, yes, my translation. Yeah, вот она говорит, я знаю, что мой перевод, он был взят с иврита и с греческого. But I think it would be good for you to ask one of your instructors who knows Hebrew to check this verse out. And see if the pronoun is there, if it's evident. Ну, то есть, как написано на языке оригинала. Okay, let's go on. We have one more thing to say about God intervening for His people Israel. After... Go ahead. Could you say it again? We have one more thing to say about God intervening for His people Israel. And, of course, we know about the seven... the walk around the walls of Jericho. And, of course, we know about the seven... the walk around the walls of Jericho. And then, when they were in the land, they divided up the land between the twelve tribes, the eleven tribes, actually. And, когда они уже были в земле, они разделили землю на одиннадцать колен. Remember, Levi was not to have a portion of land. Одиннадцать, потому что Levi, там, не предназначалась земля. Levi was the priestly tribe. То есть, Levi was the priestly tribe. And God told them, you shall not own a property. I will be your inheritance. И Бог сказал им, что у них не будет собственных владений, что Бог наследит их. So, the other eleven tribes took care of the tribe of Levi. И оставшиеся одиннадцать племен должны были заботиться о колене левитов. They, by giving them a place to live, and also the priests served in the temple, они должны были обеспечить их жильем, и священник служил в храме. They took time, they took their turn serving in the temple once it was built, or in the tabernacle. То есть, левиты служили в храме или в скинии по очереди. Есть какие-то вопросы о имени Иегова? Okay, I want to give you Спасибо. I want to give you the verses on shield. Я хочу дать вам местописание, в котором говорится о щите. Now, I ask if it... Щит. I ask if anyone was teaching children, and two of you were not here when I asked that. What is your name, the lady sitting behind Dima? Вас Светлана зовут, да? Светлана? Okay. And what is your name? А вас как зовут? Александр. Александр. Okay, Светлана, Александр. I was asking if you taught children... Я ранее задавала вопрос, кто работал с детьми, ну, в качестве служения. There is one thing very important to teach children, and that is God is their protector. Очень важно учить детей тому, что Бог их защита. что им не нужно бояться. Но это полезно знать и для нас. One day God may ask us to go to the country of Arabia. Arabia? Возможно, наступит день, когда Бог скажет нам ехать в Аравию. Now, that would be a situation where it would be very easy to be afraid. Да, в такой ситуации очень легко испугаться. We don't know where God is going to send us. We don't know where God is going to send us. But we must be willing to go when He says to go. Но мы должны быть готовы идти, когда Он скажет нам идти. The first reference you already have, Genesis 15, 1. Первое местописание у вас уже есть, это Бытие 15, 1. Бог сказал Абраму, не бойся. Да я твой щит и твоя награда. Сейчас я дам каждому из вас один стих, который вы откроете. И я попрошу вас читать эти стихи по очереди. Бордес, would you please read Deuteronomy 33, 29. Второзаконие 34, 39? 39. 33, 29. Ну, 34, 29. 34, 29. 33. 33, 33, 29. 34, 29. Здесь мы видим, что Иегова есть щит Израиля. Теперь второе царство, 22, 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. The word of the Lord is proven. The word of the Lord is proven. Здесь мы читаем, что слово Господне, как там у нас написано? He is a shield to all who trust in Him. Now, let's go to Psalm chapter 3. Psalm 3. Попробуйте глава. Let's see. Okay. Psalm chapter 3. I would like to ask someone to read verses. Let's see. Дима, I'll ask you. Дима, I'll ask you next. Пожалуйста. Psalm chapter 3, verses 2 and 3. Второе и третье стихи. Don't we have a song with these words in it? Okay. It's, okay. I'll give you one more. Psalm 5, 12. And that's the end. Psalm 5, 12. Somebody, Olga, if you could read Psalm 5, 12, please. God will bless the righteous with favor. He will surround them as with a shield. А у нас это 13 стих. Ибо ты благословляешь праведника Господи благоволением, как щитом, венчаешь его. У нас отличается от английского. И у нас есть песня, в которой о Боге говорится, как о щите. Мне нравится эта песня. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш щит. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое есть истина. Мы благодарим Тебя за патриархов, которые прошли этот путь перед нами. Мы благодарны Тебя, Господь, за то, что Ты был с ними, Ты помогал им, и они исполнили Своё предназначение. И мы просим Тебя, сделай то же самое для нас, чтобы имя Твое прославилось. И чтобы весь мир познал, что Ешуа – Мессия. И во имя Его мы молчим. Перемь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Современное protection. Например, между тем, что Ешу. Мессия. Продолжение следует...